И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 26 февраля, а я продолжаю информировать вас о том, что происходит на Украине. Итак, начнем сразу о входе боевых действий, что произошло за последние несколько часов. На южно-оперативном направлении пока ничего нового, никаких новых сообщений не произошло. Под Николаевом тишина, на севере под Крым Рогом тишина пока сообщение, под Запорожьем тишина. И также, где становилась российская колонна по дороге на Мариуполь, тоже пока непонятно. Но сообщения с Донецкого фрода поступают сегодня регулярно, очень много. И они в целом подтверждают те выводы, которые мы сделали с вами вчера вечером. Ну и сегодня я обещал во втором материале более подробно поговорить именно об этом направлении. Итак, Донецкое южное направление, фронт ВСУ рухнул, уже все больше и больше сообщений. Железнодорожная линия Волновахова-Мариуполь перерезана. Только по официальным сообщениям руководства ДНР они уже подошли к району Сартаны. Я так понимаю, Сартана должна быть либо уже занята, либо вот-вот занята. По поводу ночной стрельбы в Мариуполе, очень может быть, что она была вызвана ровно теми же посылами, которыми она вызывалась и в других городах, например, в Киеве. То есть кто-то кого-то за кого-то принял, ну и соответственно дальше понеслось. Но на сегодняшний момент уже точно можно говорить о том, что силы ДНР вышли на ближние подступы к Мариуполю, уже к его окраинам и перерезали железнодорожные сообщения с остальной Украиной. То есть Южный фронт ВСУ от Донецка и до самого Азовского моря рухнул. И то же самое последнее сообщение за несколько часов со стороны Луганского народного ополчения тоже подтверждает те предположения, которые я высказал вчера, что Луганский фронт рухнул, а части ВСУ отведены далее уже в Донецкую область, в район Краматорска и Изюма. Потому что сегодня утром, когда части народной милиции ЛНР пошли в наступление в станицу Луганской, они не обнаружили противника, дошли уже до Нового Айдара и противник не обнаружен. И с тем же самым столкнулись жители северной части Луганской области, которые проснувшись не нашли никого. Да, периодически слышны перестрелки в районе севера Донецка, даже вроде там есть какие-то украинские части, то есть какие-то заслоны. Но очень похоже, что это именно заслоны. Никто город держать не собирается. Они просто прикрывают отход своих сил. То есть Луганская область по факту ВСУ брошена. По Харькову спокойно, все нормально, тишина, люди после долгих ужасов прошлого дня выстрелились в очереди за хлебом. Кстати, надо дать должное руководству города. По-моему, была такая информация, что хлеб то ли продают за символическую плату, то ли раздают бесплатно, потому что цены в городах, в ларька города поднялись до космических величин. И на самом деле Харькову грозит, если дальше продлиться еще несколько дней те события, которые там идут, настоящая гуманитарная катастрофа. По сумам тишина, появилось видео захвата в плен российского грузовика. Ну, я так понимаю, какой-то грузовик из российской колонны просто сбился с дороги и случайно заехал в город. Где он попал в руки патриотически настроенные граждане, которых естественно в сумах хватает. Ну, не случайно же несколько сот человек записались в так называемые батальоны территориальной обороны. Ну, представьте ситуацию. Увидели они одинокий беззащитный российский грузовик, ну и, конечно, они его задержали. А военнослужащие взяли в плен. По поводу Чернеевской области, по моим сообщениям, российские части, не занимая город, прошли Корюковку и идут дальше к Киеву. Пока никаких серьезных боев нигде не отмечено. То есть очень похоже, что части медленно, то есть разведка нащупывает дороги. Но в целом никакого сопротивления российским войскам в Чернеевской области значимого не наблюдается. Кроме, собственно говоря, города Чернигова, который находится под контролем ВСУ. Ну, там собралось свое территориальное ополчение, СБУ. Ну, собственно говоря, вот эта вот группа контролирует город, который полностью блокирован российскими войсками. То есть вот такая оперативная ситуация на сейчас 12.00 по Москве. И здесь, пользуясь случаем, хочу сразу призвать вас, мои уважаемые зрители, подпишитесь на мои запасные каналы. Ссылки на них я здесь выложу в текстовой строке под видео и заглавном комментарии под видео. Почему? Ну, мне уже вчера начали уважаемые мои оппоненты говорить, что мы сейчас тебя заблокируем, мы сейчас на тебя будем массово жаловаться. И они такие действительно начали на меня жаловаться. Но на самом деле особо я за них не переживаю. Пусть жалуются. Первый раз это было в 20-м году в начале. Потом, когда я освещал события в Беларуси, на меня БЧБшники там такие телеги катали. Ну, реально, конкретно катали. Ну, они начинают давить на слезу. Например, они обиделись на слово бабуины. Соответственно, накатали жалобу. И мне пришло вот такое вот сообщение от Ютуба. Юрий Иванович, пожалуйста, посмотрите. Вот есть жалобы на соответствующий ваш контент. У вас есть двое суток. Для того, чтобы разобраться. Через двое суток, если вы не разберетесь, вы можете удалить, можете нет, мы будем делать расследование. На самом деле, это я вот скрин показал специально для вот этих жалобщиков, чтобы вы понимали, что ваши вот эти усилия, они уйдут в трубу. То есть я не нарушаю никаких правил Ютуба. Но на всякий случай, через двое суток, вернее, пока дойду двое сутки, то есть, скорее всего, завтра я эти два видео удалю. Но вам это не поможет, потому что мои видео новостийные. И большинство людей их посмотрит. Поэтому продолжайте жаловаться, жалуйтесь, жалуйтесь. Флаф вам, как говорится, в руки, барабан на шею. Даже интересно посмотреть, когда вам это надоест. А вы мне лишний раз показали, насколько же я вам мешаю, насколько же я вам какойсь в горле. И это только окрыляет меня на дальнейшие действия. Потому что люди должны знать правду, что происходит сегодня на Украине. А не жить теми фейками, которыми живут киевляне. Потому что, например, жители Киева вот сегодня ночью друг друга стреляли между собой. И даже мэр Кличко, хоть я его и не уважаю в последнее время, и то вынужден был обратиться к своим так называемым территориальным оборонщикам, не буду их называть предыдущим именем, чтобы они перестали наконец стрелять друг в друга. Потому что дошло до смешного. Терроборонщики захватили в плен СБУшников, приняв их за российских диверсантов. Видео в интернете есть, я его здесь не привожу. Вы понимаете, до какого там маразма сегодня дошла ситуация. Что местные терроборонщики, кстати, очень интересный момент. Я внимательно прослушал тот ролик и обратил внимание, я не думаю, что большинство вас обратили на это внимание, а я-то обратил. Большинство терроборонщиков, которые захватывали в плен СБУшника, кстати, говорящего на русском языке. Так вот, большинство терроборонщиков это выходцы с западной Украины, суды по говору. Ну, для алматинцев, чтобы вы понимали, вот вы в Алма-Ате таких называете мамбеты. То есть люди приехали из западной Украины и они сегодня в Киеве живут. Таких на самом деле примерно на сегодняшний момент 20% киевлян. Вот в Алма-Ате подобных людей называют мамбеты. И вот подобные информационные мамбеты сегодня жалуются на мой канал, потому что считают, что таким образом они борются с правдой. Кстати, хочу вам даже сказать спасибо, потому что вы позволяете мне раскручить другие мои каналы, в том числе телеграм-канал и запасной мой ютуб-канал. То есть ссылки на эти вот каналы я привожу в текстовой строке под видео и они появятся в первом заглавном посте, закрепленном под этим видео. Подпишитесь, пожалуйста, мои уважаемые зрители, кому хочется получать оперативную информацию о происходящих событиях на эти каналы и покажите этим информационным мамбетам, что они своими усилиями делают для себя только хуже. Вот к телеге они не доберутся точно и в телеге будут постоянно выходить мои обзоры, как они выходят до сих пор. Вот это то, что я хотел сказать сейчас. Естественно, следующий выпуск планирую сделать через 3-4 часа. До новых встреч. Ну и ждите нового выпуска. До свидания.